Вы уже, наверное, видите название темы проповеди сегодняшней. Я почему-то как-то сам волнуюсь больше о том, что я должен говорить. Я бы, наверное, сказал, что всем детям до 16 прошу покинуть зал, и кому за 70 или как там посчитать. Ну, конечно, все зависит, кто что ест, какой образ жизни ведет. Вот. Но, наверное, придется говорить сегодня на эту тему со всеми. Если что-то вашим детям будет непонятно, то им потом объясните дома. Но знаете, с чем столкнулся? Вчера на молодежном служении задал ребятам вопрос, а кто из вас знает, что означает вот это выражение «роковая женщина»? И оказалось, что никто не знает. Ну, на самом деле, фраза или выражение, оно действительно, не знаю, ходит ли оно в кругах этой молодежи, которая тут находится. Скорее всего, что не ходит, раз они не знают, что это означает. Поэтому я открыл словарек и прочитал, что там написано. Это женский образ, заключающийся в сексапильности и умении манипулировать мужчинами посредством флирта. Я прошу прощения, что есть такие слова, которые, наверное, не совсем прилично было бы использовать с кафедры, со сцены, но иногда у меня такое проскакивает. Я говорил, что один раз в год приблизительно я такую проповедь говорю на эту тему. Но тут есть в этом выражении еще одно слово, которое тоже может быть не до конца понятно всем. Что же означает слово сексапильность? И я решил найти определение и этому слову. И вот, что оно означает. Сексуальная привлекательность, специфичная манера поведения, направленная на привлечение внимания. И вот теперь хочу задать вопрос мужчинам. Как вы думаете, если вот роковая женщина — это вот такое определение, как только мы что тут прочитали, оно относится к каким-то отдельным женщинам или ко всем? Я мужчин спрашивал. Вроде бы хотелось бы сказать, что, наверное, это относится к каким-то отдельным женщинам. Правда? Но скажу вам, дорогие друзья, что каждый мужчина, который уже женат, однажды встретил свою роковую женщину, которая смогла его настолько увлечь, что он согласился жениться на ней. Поэтому в какой-то степени мы все, те, кто уже женат, столкнулись с роковыми женщинами в своей жизни. Но все же сегодня я буду говорить чуть-чуть о другой стороне этого вопроса. И в конце скажу, а почему вообще этой темы сегодня коснулся и на что хочу обратить внимание. Хотя начать я хочу от самого начала, для того, чтобы мы могли понять суть вопроса, который я сегодня поднимаю. Ну, наверное, вы уже поняли, многие, что сегодня я говорю о внешнем виде, но я хочу, чтобы мы, повторюсь, подошли к этому совсем с другой стороны. Есть проповеди, которые пастор проповедует с удовольствием. Ну, потому что это приятные проповеди. О благодати, о любви, о прощении, даже о событиях последнего времени ты открываешь какую-то тайну. И люди говорят, вау, так вот, что это означает. И ты думаешь, слава Богу, что ты мог что-то дать людям то, чего они раньше не знали. А есть такие проповеди, которые ты должен говорить, потому что ты пастор, и кроме того, что ты должен открывать характер Бога, ты должен проводить еще иногда какие-то воспитательные работы для того, чтобы воспитывать церковь, людей. Ну, и скажу вам такую деталь, и самого себя. Потому что часто, ну, то есть мы, я думаю, что редко кто говорит проповедь просто для кого-то. Обычно, в первую очередь, это касается и того человека, который стоит на сцене и проповедует. Итак, хочу вернуть вас в самое начало, чтобы посмотреть суть природы мужчины и женщины, которую заложил в них сам Господь. Я читаю книгу Бытие, 2 глава, 23 и 24 стихи. Бог предыстория. Бог создал Адама, создал весь животный мир, всю растительность, все-все-все. А потом посмотрел и сказал, что нехорошо быть человеку одному. Но интересно, после этой фразы, которую Бог сказал, я сейчас прочитаю, это текст, который я подготовил, Бог приводит к нему всех животных. С какой целью? Ну-ну, написано, чтобы он дал имя каждому животному. Но интересно, что перед этим, повторюсь, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному и начинает приводить к нему всех животных. У вас не возникают никакие вопросы, что Бог преследует, какую цель? Смотрите, я сделаю небольшое вступление. Если бы Адаму не хватало просто интеллектуального общения, кто мог ему компенсировать это? Ангелы, Бог. Я думаю, что мало кто мог сравниться с тем уровнем познания, которые они имели о Вселенной, о Земле, о бытии, о всяких философских вопросах, которые мы себе сегодня только можем поднимать. Если бы человеку просто не хватало какой-то эстетики, красоты, я не знаю, природы, то Бог приводит к нему всех животных. Посмотри, какой удивительный этот мир. Мы когда встречаемся с разными птицами, рыбами, животными, млекопитающимися, мы порою говорим, ну ничего себе еще такого творения я не видел. Это чудо-то какое. Цвета какие разные, формы какие разные. Мы ездим в зоопарки, мы посещаем какие-то аквариумы, мы ныряем сами под воду и говорим, вот это да, такой красоты я еще не видел. То есть для того, чтобы удовлетворить эту нужду человеческого естества, Бог приводит к нему всех животных. Но когда он провел всех животных, Адам дал им всем имена, оказалось, что опары-то, подходящий ему нету. И вот тогда Бог решает сделать ему хирургическое вмешательство, вынуть одно ребро и из этого ребра создать для него женщину. И вот Адам приводит, вернее, Бог приводит Еву перед Адамом. И что мы читаем? Бытие, 2 глава, 23-24 стихи. Человек сказал, вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины. Поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой. И двое станут одной плотью. Скажите, пожалуйста, на чем делает акцент Адам, когда впервые видит Еву? На ее умственных способностях? На ее, я не знаю, глубоком мышлении, еще чем-то. Это плоть от плоти моей и кость от кости моей. Что его привлекает? Внешность, дорогие друзья. Его привлекает внешность. И мы видим, что уже с самого творения Бог закладывает в мужчине вот это качество. Он реагирует на внешность. Он реагирует на внешность. Повторюсь, если бы ему не хватало каких-то, с кем-то умным пообщаться просто, был Бог. Если бы ему просто не хватало какой-то творчества какого-то, развития в этом плане, есть природа, которая тебя вдохновляет этим всем. Но Бог создает женщину, которая привлекает его внешне. И вы знаете, что? Этот текст говорит, что это увлечение настолько сильно, что он ради нее готов оставить отца и маму свою. Сказано такое о женщине? Нет. Где в Библии сказано, что женщина оставит своего отца и матерь свою и прилепится к мужчине своему? Оказывается, что увлекается больше мужчина, чем женщина. И повторюсь, это было заложено Богом изначально в природу человека. А чем же увлекается женщина? Это интересно, правда? Я вам скажу, чем. В Библии тоже есть ответ. Когда она оказывается возле дерева познания добра и зла, что ее увлекает? ее увлекает рассказ змея. Разговор. Я сомневаюсь, что змей был красивее, чем Адам. Нет, он точно был красивым. Потому что, если мы читаем Дух порочества, Елена Вайт пишет, что еще до грехопадения он летал, его крылья переливались на небе, когда он по небу пролетал, чешуя, она вся сверкала. То есть, вот как рисует, особенно там Япония, Китай, вот их драконы, их мифология, вот скорее всего где-то так выглядел вот этот змей. Он был очень красивым. Но его нельзя было сравнить с Адамом. Потому что Адам был ее плоть и кровь. Он был похож на нее. Но ее увлекает не картинка. Ее увлекают слова. И вы видите, что это тоже было заложено Богом от сотворения еще до грехопадения. Знаете, почему? На самом деле тут все очень хорошо и гармонично. Вот просто представьте себе, что делает Адам, когда видев впервые Еву, возвращаясь еще раз к тому тексту, он восхищается ей. Вот это плоть от плоти и вот наконец та единственная. С ней не может сравниться ничто в этом мире, а поверьте, я все посмотрел. Я видел каждое животное, каждую птицу, всех посмотрел, каждому нам имя, нет такой, как она. Что она слышит? Я лучше всех. А когда женщина слышит столько комплиментов в свой адрес, что ей хочется делать? Любить. Любить, дарить себя за это проявление любви. И когда мужчина получает этот подарок, что он начинает делать? Восхищаться ей еще больше. И вот он круговорот любви в природе между мужчиной и женщиной. Муж восхищается женой, жена благодарна за эту проявленную любовь, дарит мужу себя, что приводит к еще большему восхищению. Повторюсь, это было заложено Богом в человека при сотворении еще. Это не результат какого-то грехопадения или еще чего-то. Такие мы. Жена воспринимает или женщина воспринимает ушами, а мужчина воспринимает глазами. Но проблема вот где начинается. она начинается с грехопадения. Я хочу прочитать еще раз этот отрывок, который говорит о последствиях грехопадения. Книга Бытие, 3 глава, 16 стих. О женщине он, то есть Бог, сказал, я мучительно сделаю беременность твою, в страдании ты будешь рожать детей, ты будешь желать мужа, и он будет властвовать над тобою. Но я хочу прочитать этот текст в переводе Кулакова. Тут написано так, вот это последние фразы. Стремиться будешь мужем своим владеть, а он властвовать над тобою будет. Что начинается между двумя этими людьми? Борьба за власть. Борьба за власть и влияние. Но есть одна деталь, каждый же из них знает слабые места, самые чувствительные части естества каждого из них. И что теперь начинает делать мужчина? Мужчина начинает унижать женщину. И в первую очередь словами через ее уши обвинять, унижать. Таким образом он понимает, что он становится сильнее ее. Он начинает властвовать над ней. таким образом зарождается патриархат, когда женщина ничего не стоит, ничего не значит, она где-то там в углу, она не может сидеть с мужчинами за одним столом, потому что что это такое? Кто она? Кто ты, женщина? Но женщины тоже теперь знают слабые места мужчин. И они знают, что их слабые места это их глаза. И они очень хорошо начинают понимать, каким же образом можно манипулировать этими мужчинами, чтобы одержать власть над ними. И пускай мужчина думает, что он лидер, но на самом деле я знаю, что я делаю и к чему это приведет. Я хочу на страницах Священного Писания обратить ваше внимание на две библейские истории. Два персонажа, которые очень или в жизни и в истории которых очень ярко проявляется вот эта картина, которую только что мы увидели из первых стихов Священного Писания. Самсон. Книга Судей, 14 глава с 1 по 3 стихи. Написано тут такое небольшое повествование о Самсоне. Самсон пошел в Тимну и встретил там молодую филистимлянку. Вернувшись, он сказал отцу и матери, я видел в Тимне одну филистимлянку, возьмите мне ее в жены. Отец и мат ответили ему, разве нет женщин среди твоих родичей или всего моего народа. Неужели ты пойдешь за женой к необрезанным филистимлянам? Но Самсон сказал отцу, возьмите мне ее, она мне понравилась. Что привлекло Самсона в этой девушке? Красота души, наверное, да? Да нет, да? Мы видим, срабатывает тот же механизм. Самсон, знаете, как говорят, пришел, увидел, победил. Ему понравилась внешность этой девушки. И то, что родители говорят, эй, сынок, ну это не самый лучший выбор, ты же понимаешь. Тем более они делают акцент, почему этот выбор не лучший. да, потому что Бог сказал, что ты не будешь отдавать дочери своих за необрезанных и не будешь брать в жены девушек из необрезанных, чтобы они не вели тебя в блуд, выдало поклонство и так далее. То есть родители приводят ему даже аргументы, но Самсон говорит, мне все равно, что вы говорите, она мне нравится. работает тот принцип, который по сути был заложен Богом еще в начале, но очень исковеркан сатаной на протяжении тысячелетий. Сатана начинает использовать это как оружие против самого же человека. Мы знаем, что Самсон, к сожалению, он вообще не сильно прославился моральными какими-то ценностями в своей жизни. В 16 главе в первом стихе книги Судей мы находим еще такое повествование. Однажды Самсон пошел в Газу и увидел там блудницу. Зашел к ней. Увидел и зашел. Никаких проблем. А дальше в этой же главе в 16 мы читаем в последующих стихах. Прошло время и он полюбил женщину из долины Сорек, которую звали Далила. И эта женщина стала в его судьбе роковой женщиной. Что там было в этих отношениях? Может, наконец, Самсон понял, что такое настоящая любовь и встретил женщину, которая смогла почувствовать то же самое в его адрес, и вот теперь все хорошо. Теперь он не пользуется просто, знаете, какими-то чувствами просто, да? Это не рефлексы сработали, а вот прям такое серьезное размышление, анализ и трезвый выбор. Да нет. Потому что, читая чуть ниже, мы видим, что Далила первое и все, что начинает делать в жизни Самсона, так это узнавать, в чем же секрет его силы. Для чего? Чтобы заработать денег. Потому что ей сказали филистимляне, что если ты узнаешь, каждый из нас даст тебе там столько-то серебра. Я вам скажу так, что и Самсон-то по большому счету сложно сказать, что чувствовал себя очень сильно счастливым в этих отношениях. Потому что в этой же 16 главе мы читаем «Так она изводила его день за днем, пока не надоело ему до смерти». Представляете какие отношения были хорошие? Но почему он оказывается в этих отношениях? Потому что он отдает предпочтение своим глазам. Срабатывает вот то качество и в его случае неконтролируемое, которое по сути было заложено Богом еще в начале. В конце концов эта встреча с этой роковой женщиной приводит к тому, что Самсон умирает. Вы заметили мужчины, что это скорее нас касается, а не их женщин? Но все же. Хочу вспомнить еще одну библейскую историю, очень известная, думаю, всем нам. Это история о Давиде и Версарии. О Давиде и Версарии. Второй книге царств в 11 главе 2 по 4 стихи так написано. Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива, и Давид послал разузнать о ней. Послан и сказал «Это Версавия, дочь Ильяма и жена Хетта Урии». Тогда Давид послал людей, чтобы привезти ее. Она пришла к нему, и он лег с ней. Опять таки, чем тут увлекается Давид? Красотой ее характера? Нет. Он опять увлекается внешней картинкой. У меня, конечно, к Давиду масса вопросов, но благо, что эти вопросы потом ему задаст Нафан, пророк Нафан. Но еще больше вопросов у меня к Версавии. Версавия. А ты вообще знала, где ты купаешься? Ну, то есть ты хоть посмотрела по сторонам. Сейчас я буду раздеваться и заходить в этот бассейн. Меня тут кто-то видит или никто не видит? Что ты делаешь? Тем более, друзья, это Восток. И это не 21-е столетие, да? Второй вопрос. Ну, ладно, купили дом, бассейн был на улице, или баня, что это там было, не знаю. Не сами строили, так получилось уже, что есть, то есть. Но ты, Версавия, перед тем, как в воду зайти, ты хоть посмотрела, нет ли никого рядом? Ведь если Давид мог увидеть ее и увидеть, что это красивая женщина, то, скорее всего, она тоже могла видеть, что ее кто-то видит. Это, наверное, не было там очень далеко. Не думаю, что он в подзорную трубу смотрел, что же тут в городе происходит и где кто там купается. Зная в принципе природу женщины, как она боится за свою безопасность, то любая другая женщина, она могла бы подумать, о, не, что-то крыша Давида слишком близко. пойду в дом, буду душ принимать, а не в бассейне купаться сегодня. Но она почему-то это не делает. Следующий вопрос. Помните, что это был вечер, позднее время, и тут приходит к тебе посланник из дворца и приглашает сразу почему-то после бассейна приглашает тебя во дворец. Сам царь хочет тебя видеть. Там ничего не должно было щелкнуть в голове. Куда? Ты замужняя женщина. Тем более, ты не какая-то рабыня подневольная, что у тебя нету права выбора. Тем более, твой муж входит в тридцатку самых сильных мужчин Израиля. Очень влиятельный человек. ты могла сказать извините, но я замужняя женщина, я никуда не пойду. Вот муж вернется, мы сходим к царю на посещение. Но она почему-то этого не делает. Вот она уже во дворце у царя, вот Давид вместе с ней, и она начинает понимать, что что-то тут он не только поговорить решил со мной, узнать, как там я живу, все ли у меня хорошо. Какие-то у него намерения не те. Что должна была быть делать женщина? А что должна была быть делать женщина? Ну, согласно закону Моисея, то если это все произошло в городе, она должна кричать. А если не кричит, то значит совершает что? Прелюбодеяние. Значит, что нужно сделать с этими двумя людьми было по закону Моисея? Побить камнями. Но Версавия почему-то не кричит. Это переводит меня к мысли, что она была одной из тех, кого сегодня стоило бы назвать роковой женщиной. И купалась она, наверное, там не зря. И знала, что крыша Давида близко, и что он там выходит время от времени посмотреть на окружающих соседей и так далее. Я, конечно, не могу сказать, что там происходит в голове даже современных женщин, не говоря уже о женщине, которая жила тысячи лет тому назад, но вот какие мужчины женщины делают выводы логические из поступков или действий порою других людей, в том числе женщин. Мы знаем, к чему это привело. В конце концов, это привело к тому, что убивает ее мужа, умирает ее сын, а Давид теперь написано, что всю жизнь меч не отойдет от дома твоего за то, что ты это сделал. О чем нам говорят все эти истории и к чему вообще весь мой этот рассказ? Я уже сказал в начале, что время от времени я касаюсь вопроса внешнего вида. Конечно, мы тут чаще всего говорим о внешнем виде на богослужении, но я хочу сегодня коснуться не только этого момента. Вы видели, видите женщины, что у нас у мужчин есть проблема и эта проблема очень серьезная. Если мужчина здоров, у него нормальный уровень тестостерона в крови, то верующий мужчина всегда будет воевать со своими глазами. это борьба, которую ведет каждый мужчина. Может, кто-то рассказывает это своей жене, если речь идет уже о женатых. Может, кто-то не рассказывает. Может, чьи-то жены замечают, что ее муж как-то косит глазом, когда едет за рулем, а там женщина пошла красиво одетая по улице. И может, она ему об этом ничего не говорит, а может, сразу так, а ну, туда смотри. Я не знаю, какая ситуация в жизни каждого из вас, но я вам скажу, что в жизни каждого, я повторюсь, верующего мужчины идет борьба. Он воюет со своими глазами. И когда мы читаем слова Иисуса Христа, кто с вожделением посмотрит на женщину, тот уже совершил прелюбодеяние с ней, это нас, мужчин, верующих, повторюсь, угнетает порой еще больше. Потому что мы думаем о тех мыслях, которые иногда появляются в голове, и мы понимаем, что это неправильно, мы стараемся их сразу пресекать, чтобы не давать им развития, но сам факт, что эта мысль появилась, где-то проскользнула, это уже нас вводит в не очень хорошее самочувствие. И вот в этих всех обстоятельствах вы нам, вы, женщины, вы нам или помогаете в этой борьбе, или наоборот мешаете. то есть вы или на нашей стороне, или на стороне врага, которые вот это качество воспринимать все глазами, которые Бог заложил изначально в человека, в мужчину с доброй целью, чтобы он мог любить свою женщину, жену, дьявол это качество использует для того, чтобы уводить мужчин, взгляд его сначала, а потом мысли, а потом если он не останавливается и его поступки в другую совсем сторону. И вы знаете как это работает? По отношению к своему мужу вы должны проявлять максимум сексуальности. И это во всех сферах. И внешний вид, и поведение. Что там сказано было, что она использует флир, да, или что там, для того, чтобы привлечь внимание. Вот это все в адрес своего мужа, дорогие друзья. Такой взгляд, чтобы он сказал, что ты хотел этим взглядом сказать, чтобы у него там что-то задымило в голове, и он сказал, все, оставляй всю работу, иду к тебе, я понял. вот это вы должны проявлять все по отношению к своему мужу. Повторюсь, одежда, слова, поведение, все это было заложено Богом, чтобы муж, видя все это, сказал, ну, ты у меня просто невероятно классная. Я так тебя люблю, я так счастлив, что ты у меня есть, я не перестаю тобой восхищаться. Вот для чего на самом деле оно было дано. но по отношению к другим мужчинам вы должны сделать все, чтобы спрятать вашу сексуальность как можно дальше. И заметьте, я сегодня не говорю о длине юбки, о глубине декольте или еще что-то, потому что кому-то декольте поможет, кому-то не поможет. Все зависит от того, кого Бог чем наделил. Кому-то юбка длинная поможет, кому не поможет, поэтому не от длины юбки и глубины декольте зависит. Зависит у каждого по-своему. Понимаете? Потому что, поверьте, можно одеться как монашка, но взглядом своим сделать все, что нужно было. Понимаете? Поэтому я не хочу сегодня сказать о чем-то конкретно, о какой-то одежде. я хочу, чтобы каждый из вас, когда выбирает себе наряд, когда ведет разговор и это все попадает в поле зрения чужих мужчин, вы понимали, насколько важно, чтобы вы были на нашей стороне и помогали нам в этой борьбе справиться со всем этим. у меня знаете какой совет? Вот когда вы выбираете себе наряд, подумайте, как вы бы хотели, чтобы выглядела та женщина, с которой ваш муж застрянет в лифте? Поняли, да? Мой вопрос. Потому что а что случится, если вдруг вы застрянете с кем-то в лифте? Ну, так же может быть. Вот, соответственно, и думайте об этом. Я понимаю, что мы не сможем убрать в жизни мужчин все искушения, потому что, ну, к сожалению, мою проповедь сейчас слушает только ограниченное количество женщин, а не все женщины в городе Сакраменто. Больше того, из всех тех, кто слушает меня, я уверен, что не все слышат. Такое тоже бывает. Но все же, и это касается и утреннего служения, и вечернего молодежного служения. Помогите, чтобы наши мужчины хоть где-то могли отдохнуть и не воевать со своими глазами. Хоть где-то могли отдохнуть. Спасибо, сестранина. Это мне прочитать сейчас или позже? Окей. Окей, хорошо. Но это не сегодняшняя тема, но я на это обращу внимание. Хорошо, сестранина. И напоследок. Хочу, тоже сказать что-то и мужчинам. Ну, братья, в конце концов, мы-то с вами же не животные, правда? Мы же пользуемся... Женщины сказали неуверенно, да? Ну, как минимум, так должно было бы быть. Мы же пользуемся не инстинктами. Бог подарил нам еще здравый смысл. Поймите, и это касается и женщин, и мужчин. Когда падает мужчина, падает же и женщина тоже. И это причиняет раны на всю оставшуюся жизнь. Да, можно простить, можно как-то примириться, но шрамы останутся на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, девушки, если вы хотите верных мужей, соответственно, помогайте им такими оставаться. Если вы хотите уже женщины или жены, чтобы ваши мужья оставались верными, повторюсь, помогайте, провоцируя своих мужчин в правильном направлении и не провоцируя чужих мужчин в неправильном направлении. Мужчины, еще к вам два слова. Я понимаю, что эта борьба, она непростая, но шаги к победе, они небольшие. Их надо делать постепенно, но в том направлении, в котором вы уверены, что вы хотите двигаться. Уберите перед ваших глаз картинки, фильмы, которые носят такой очень ярко выраженный сексуальный характер. Избегайте компаний, в которых ведутся разговоры на вот такие темы, знаете, если где-то любят пообсуждать кто, где, как, с кем и почему. И молитесь о том, чтобы Бог побеждал в вашей жизни. Следуя этим путем, вам будет легче преодолевать эти искушения. Поэтому когда мы говорим женщинам, девушкам о том, чтобы они одевались поскромнее, это не потому, что нам не нравится, когда вы нескромно одеты. К сожалению, нам нравится, но приводит это к очень плачевным последствиям. просто нам нужна девушка и женщина ваша помощь, чтобы одерживать эту победу. Давайте мы помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны, Господи, за то, что по милости Твоей Ты прощаешь нас и принимаешь. Мы благодарны, что Ты создал нас вот такими. Каждый отличается друг от друга. Женщины от мужчин. В этом есть красота, Господи, Твоего создания. Но, к сожалению, из-за грехопадения мы видим, что дьявол тоже использует эти качества в своей цели. Я прошу Тебя, Господи, дай мудрости каждому. Дай мудрости в первую очередь мужчинам, чтобы они были тверды в Тебе, Господи, чтобы у них были ценности, которые Ты открываешь нам в Слове Твоем. И чтобы они молились, чтобы эти ценности проявлялись в своих жизни. Дай мудрости мужчинам, чтобы они правильно относились к своим женам, Господи, чтобы любили их, лелеяли, заботились о них, поддерживали, чтобы в ответ женам хотелось проявлять вот всю эту красоту их внешнюю, и внешнюю, и внутреннюю, как можно ярче, как благодарность за любовь, которую мужья к ним проявляют. Я прошу Тебя, Господи, также дай мудрости и женщинам, девушкам, чтобы они тоже задумывались этим вопросом и понимали где-то черта, которую не стоит переступать, чтобы они не были причиной падения, чтобы они не стали роковой женщиной ни для кого, кроме своего мужа. Храни, Господи, церковь Твою, потому что время последнее, и мы видим, что искушений в этом мире очень много. Дай нам устоять, быть Твоими верными детьми до Твоего славного пришествия. Молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.